Всем привет, с вами Джамбо Макс и в связи с последними событиями многие задались вопросом А где и как теперь купить подписки для Xbox? Для тех, кто не смотрит мои ролики и все еще не подписан на мой канал и кто не чекает наше сообщество GFX ВКонтакте, сейчас объясню, что происходит. Но перед этим хочу вас попросить поддержать это видео лайками и репостами для того, чтобы как можно больше людей узнали о том, что происходит и где теперь можно покупать подписки. Также советую вступить в группу ВКонтакте, ссылку вы найдете в описании. Реально, если вы будете часто заходить в эту группу, то будете в курсе всех последних событий об Xbox и Windows 10. Итак, что произошло? На днях Microsoft прекратила продажу подписок Gold и Xbox Game Pass в своем Microsoft Store на территории России и теперь через сам Xbox вы не сможете купить эти подписки. Проблема не касается тех, у кого включено автопродление. Если вы вдруг купили недавно подписку и у вас стоит автопродление, то с вас будут списывать деньги и дальше и у вас будет подписка. Глобальный минус в этой ситуации в том, что теперь мы можем распрощаться с невероятными крутыми скидками, при помощи которых мы могли купить подписку за 60 рублей, за 30 и так далее. Да, не факт, что Microsoft прекратила продажу подписок навсегда, так как есть информация, что это лишь на время, пока идет корректировка цен в доллары. Но так или иначе, у многих подписка заканчивается сейчас и у многих стоит вопрос, где на данный момент приобрести подписку? Так вот, всевозможные подписки для Xbox можно без проблем приобрести у партнеров Microsoft. Подписки есть в таких магазинах, как MVideo, 1S Interest, VideoIgr.net, Eldorado, DNS, Arcada, Game Park, PlayPlay и также и у других известных вам магазинов, в которых продается консоль Xbox и прочие аксуары для него. О чем вообще речь, если подписку можно купить даже через официальную группу ВКонтакте? Я покупал через нее голд на 6 месяцев. И знаете, все вполне удобно, привязываешь карту к ВК, оплачиваешь и тебе сразу же после оплаты кидает код в личку. Все быстро, удобно и даже иногда начисляется кэшбэк. Плюс во многих магазинах, как MVideo, подписку можно купить онлайн, то есть не приходя в магазин. Выбираешь товар, кладешь в корзину и оплачиваешь его картой. И тебе код на ту или иную подписку прилетает либо на телефон, либо на личный аккаунт магазина. Где дешевле, точного ответа нет. Нужно сравнивать и анализировать, так как в какой-то период есть скидка, в какой-то нет и только у конкретных магазинов, поэтому конкретного ответа здесь нет. Если вдруг кто-то хочет покупать через Microsoft Store, но у него нет автопродления, то его можно вернуть. Делается это очень просто. Зайдя в раздел подписок с консоли, нажав включить автопродление. Фишка будет работать при условии, если у вас активен голд и вы уже покупали когда-то голд через Xbox и у вас было автопродление. Тогда у вас появится автопродление и с каждым новым периодом у вас будут снимать деньги и у вас будет подписка, купленная через Microsoft Store. И знаете, по сути, ничего в большей степени от того, что убрали из Store подписку, не изменилось. Ее все еще можно купить на территории Российской Федерации онлайн. Единственное, ее убрали из Microsoft Store. Если задаваться вопросом, зачем они это сделали, то пока не совсем понятно. Ведь по сути онлайн продажа все равно существует, но через партнеров. Либо они реально просто временно корректируют цену, ну, чтобы у нас все отображалось в долларах. Либо они убрали из-за личных каких-то побуждений. И единственный минус во всем этом, это то, что мы больше не увидим крутых акций по типу Xbox Game Pass по 30 рублей. С этим, видимо, действительно все до возвращения подписки в Store. Но розничные магазины, кстати, тоже иногда предлагают неплохие скидки. Голд можно купить там за 2700, Xbox Game Pass можно было купить за 3700 за год. За три месяца голд можно было приобрести где-то за 1300 рублей. То есть покупаешь как бы на два месяца третий в подарок или какая-то такая вот фигня. И это довольно распространенные скидки, поэтому экономить все-таки можно. Поэтому не переживайте, ничего страшного пока не произошло и может это все действительно временно. Но будем дальше ждать каких-то официальных заявлений от российского подразделения Xbox. И на этом у меня все. Если вам понравилось видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, не забывайте делиться этим видео. Пишите в комментариях, коснулась ли вас эта проблема и где вы покупаете подписки. И большое спасибо вам за просмотр. До новых встреч.